Золотой квадрат так назвали общественники самые проблемные места уличной дорожной сети в центре Сочи. С этих улиц и предложили начать дорожную революцию. В зоне особого внимания улица Островского, Советская, Горького, Воровского, Росконституции. А пересечение улиц Новогинской и Карла Липхнахта наглядный пример того, что порой наличие дорожных знаков хуже, чем их отсутствие. Здесь на каждом столбе стоит знак остановка запрещена. Плюс еще и дополнительный знак эвакуации. Ну, создается впечатление, что когда-то это делалось, именно лоббировались эвакуационные службы и делалось для того, чтобы в любой точке города Сочи можно было эвакуировать автотранспорт. Хотя, лично мое мнение, что в большинстве пунктов здесь, где стоят машины, можно было бы часть разрешить, но на выезде с улицы Карла Липхнахта обязательно сделать остановку запрещенную. Остальной транспорт не настолько уж и мешает. Проблема лишних дорожных знаков не единственная в городе, говорят общественники и автолюбители. Иные знаки на некоторых улицах города так вообще противоречат разметке. К примеру, на улице Горького, недалеко от вокзала, установлен знак, запрещающий поворот налево. Разметка же, напротив, говорит совершенно о другом. Кто-то, когда неизвестно, нарисовал на проезжей части стрелочку, которая разрешает поворот налево. Из-за этого здесь создаются аварийные ситуации. Чтобы знак и разметка друг друга не взаимоисключали, стрелку эту решили закрасить. И подобные преобразования и изменения будут происходить во всем городе, так решили на совещании комиссии по безопасности дорожного движения. В планах в ближайшее время полностью преобразовать единую схему дислокации знаков и разметки. Кстати, принять в этом участие сможет любой житель Сочи. Высказать свои пожелания и претензии по поводу дорожного движения на курорте можно на форуме Федерации автовладельцев России.